Всем привет дорогие друзья, вы на канале Смотри Учись, с вами Миша Егор, сегодня у нас Медуза, неплохой герой, давно его не записывали и он сейчас стал довольно-таки актуальным, его часто пикают китайские команды и как раз топ-1 керри Китая Ами, команда Экстрим Гейминг, как и ожидалось, как я по крайней мере предполагал, в ролике это тоже озвучивал, они всех развалили пока что в групповой стадии, прям всех вынесли, у них самая лучшая статистика победа-поражение, вот и как раз Ами парочку раз играл на Медусе и он открыл новую мету, мне кажется именно он сочинщик нужен, я первый раз увидел конкретно у него Медузу с арканами, вот и он так и на проссе не играет и в паблике он это потестил, собственно посмотрим насколько это актуально, выглядит по крайней мере любопытно, опять же мана для Медузы это по сути ее выживаемость, вот, но правда сложно представить арканы в том плане, что фармить будешь гораздо медленнее, нежели чем с ПТшкой, статов тоже никаких не дается, меня прям поразило если честно, когда я его видел, вот, но опять же Ами выигрывает с этим билдом, на проссе не он тоже выиграл, против антимага причем, а мне против Альжи играли и там был пик антимаг плюс лоид против Медузы, вот и это не помешало ему выиграть, тоже вот катался с арканами, вот и собственно научимся играть на 7.35б Медузе, но после небольшой паузы. Между игрой в доту и доки-доки я всегда выбирал доту, а между игрой в дефолтных шмотках и игрой в дорогом шмоте я всегда выбирал второе, а где я беру баланс стима и дорогие шмотки, разумеется у эпика, у них есть линейка сундучков, где можно выбить себе деньги на стим аккаунт, а еще новая зимняя линейка, где из сундука за косарь можно вытащить аркану на скелетон кинга, а вытащив аркану на скелетон кинга можно сыграть в бесплатную мини игру, где нужно провести кунку до сокровищ, пройденные шаги сохраняются, а по достижении 70 шагов падает гарантированный брундук, и только по нашей ссылке в боевой пропуск достается не за 300 голды, а совершенно бесплатно, ссылочка в закрепленном комментарии, а вместе с ней промо на 15%, удачи! Всем привет, я лично впервые вижу медузу с арканцами, но если представляете, что она будет делать по игре с кредитом акции второй скилл, и второй скилл вообще по голдауну будет вязать лесу, что медуза с пт-шкой позволить себе не может, думаю план плюс-минус такой. Ну и базилу покупали на медузу еще до этой медузы, все поголовно на линию ее брали, это что-то типа колечко для антимага или шлема для кентавра. Очень много манеригена, 3.1, сами видите, огромный показатель. Настолько монозависимого героя это обязательно. Плейн пока что отлично идет, если не учитывать ситуацию с вингой. Там пару раз запутался в своем герое титан, скорее всего не разыгран на нем. Значит постепенно разыгрывается. Пепеларский там гораздо лучше себя чувствует, и на медузу тоже агрессирует гораздо увереннее, чем раньше. Прикольно тут, конечно. Прикольно тут, конечно, зарубы в Китае, тройка обертитан, керри драгонайт, медуза с арканами. Необычно все это, конечно, выглядит. Экспериментирует, ребята. Вовсю там. Ну, что-то есть, там прикольно, что ты на линию с базилкой приходишь. Как минимум. Манеригенчик. Все-таки. Саппорт сжигает. Ну да. В принципе, как раз саппорт такой не самый плохой для базилки. То есть он периодически в ингокнотке нажимает. Ух ты. Эти когна перелетела. Но ингаживет каким-то чудом. Такая душноватая пока что линия. Но, в принципе, крипы добиваются. И на том спасибо. Ну, неприятно, что тут пытаются что-то агрессивное отыгрывать. Манеришнику делает по две тычки. По-моему, при показателе урона то ли до 69, то ли до 70, это эффективно. Чтобы гарантированно крипа забрать. Ну и важный момент тоже, что медуза даже с самой плохой линией, если вы получите немножко спейсов, при спокойно возвращается в игру. Герой очень быстро фармящий. Даже ничего не имея. Быстро качается. Ярканцы первым слотом до каких-нибудь рейсбендов. И счеток при этом единицу, кстати. Ярканцы первым слотом покупает себе арканы. По-моему, просто они, он два рейсбенды себе сначала брал. По крайней мере, я точно помню два рейсбендов. Может быть, он их покупает после арканцов. Как раз в этой игре посмотрим, как оно будет. Так что оно звучит логично. И как будто без рейсбендов не сыграть на медузе. Нет, смотри, реально. Мантов как бы. А как вообще? Даже одного рейсбенда не купит. Это же странно. У него три свободных слота. Будет. Вместо лотуса, вместо Ирин Бренча. Базилка там заградится в арканце. Даже вместо парика можно. Вот. А у тебя статов нету? Сто, что ты без пт играешь. Но ты качаешься очень медленно. Ну, подозреваю, что эта игра была одной из первых. Он еще тестил. И все-таки пришел к рейсбендам. Потому что, ну, я точно помню, он два рейсбенда покупал. В игре против ОГ. Так, кстати, тут напали. И, возможно, благодаря арканцам получится выжить в этой ситуации. Да, реально. Как будто без арканцов бы умер. Там он их в моменте нажал. Ману себе восстановил. Там еще повезло, торнадо не достало на краешке. Еще лоту стики. Блин, ну, раз, и гляньте, насколько он медленно качается без статов. Да не, ну, как без рейсбенды, да? Ладно, надо. А, и с тобой рейсбенды, причем почти как пт-шка. Перестал бить, ждет момента для стака. И я думал, будет ждать на маленьких големах 7-0-0. Чтобы нейтралку себе выбить. Первая нейтралка выпадает с огромным шансом. В большинстве игр мы видим, как три хреба убили. И нейтралка сразу же выпала. Кстати, три хреба уже прошли. Может, на четвертом? Даже сказать нечего, пока он бьет этого красного сатира. На пятом крепеже нейтралка вывезла. И момента перчатки бы какую-нибудь. Блин, да что-то не знаю. У меня вообще не нравится. Мне кажется, ему прям любая нейтралка нужна для статов. Потому что, ну, столько медленно кач идет. Особенно, когда волки вкуснули. Волки, они напрямую стакаются с первым скиллом Медузы. Станная. Вот логика есть, конечно, что это лансов персет. Ну, вот, блин, конкретно с его закупом. В принципе, лансов персет 200 мана дает. Это очень важная штука. Активка неплохая. Ну, блин, как же хочется статов, честно. И только вылез на линию с разумов на шале. Больно. Стабильно. Это же даже не ожидал, что игра будет на стабильтажке. Давай плюс 10, поэтому это закончилось. Посмотрим, куда полетит. По идее в мид нужно вставать. Выпрашивать у Эмберспирита эту линию. Потому что играть на боте просто невозможно. На Аркварт, например, прекрасный пример героя, который абсолютно ничемен на линии. Задар, конечно, куда ни шла. Заразен совсем слабый. И герой без потенциала лесного фарма. При этом. И вот его пихают против слабой четверки. Плюс, когда мидер активный. Когда его можно прогнать линию. Прилично тут стаков. Но времени потребуется много, чтобы их зафармить. По сути, такой же старт был. Когда он на медузе играл против ЛГ. То есть, там начало было супертяжелой медузы. Там линию вынесли. На линию ее вынесли. То есть, первое время он просто полагался на спейси от команды и фармил. Тут, в принципе, картина плюс-минус такая же. Старт очень тяжелый. Нужно, чтобы поспейсили, ребятки. В принципе, у него герои подходящие. Это, по сути, идеальный драфт для медузы, как мне кажется. То есть, активный мидер имбер спирит. Который может походить, что-то попридумывать. Подраться. То есть, ему не обязательно фармить. Это тройка марс. Тоже нежадный оффлейнер. Который может по фронтвейнить. Впереди постоять, потанчивать. Создать контроль до медузы. Еще и там защитить ее может. Драфт, в общем, радует. Ну, сапики, в принципе, не прям важно. Но пойдет. В идеале, конечно, хочется сапика там с савар крестом. Венгал как раз может савар крест оформить. Мысль свою продолжим. А медуза антимаг тоже подходит по эту категорию. Герои фарквардно подобных. Но у медузы хотя бы потенциал лесного фарма есть. Но, как вы видите, с четвертого уровня леса не так хорошо фармена. Как какой-нибудь рерблейт, какая-нибудь луна. Как какой-нибудь джаггер, национальный свен. Тоже герой из четвертого уровня, вывезающий лес. И закачал себе огромные стайки. Комбэчная по надворцу. Ему еще и ласхидно драгонайт остался. Драгонайт геря. Так что разница между ними уже исчезла. И сейчас, возможно, и медуза обгонять будет. Наверное, это реально кайфовый предмет для фарма древних. Он спокойно этих древних себе танчил. Ну, потихонечку набирает на кверс. Уже топ-2, реально. И, наконец-то, его не трогают хотя бы. Перспективы прослеживаются. Спушил лейновую пачку и вернулся обратно к своей раскладушке. Жить-то потерялся. И, в принципе, тайминг манты будет вполне себе. Про концы же еще ботинок дешевый. Мы недавно обсуждали паразму на медузе. Мне кажется, если уж арканцы могут стать медленными дозами, то паразм шансов еще больше. Там, как-никак, моноригена тонна, интеллекта тонна. И ДПС вполне себе. Плюс у медузы прирост интеллекта выше трех, по-моему, 3,4 или 3,5. 3,4. Мне кажется, даже на кунь-канду шансов больше, чем паразму. Ну, кандус с первого же дня покупали на медузе. Ну, да. Так что ее же никого не удивишь. Ну, так, мне кажется, если бы мы обсуждали арканцы, мы бы сказали, что шансов точно ноль. Пока мы это не увидели на турнире. Сейчас я сначала арканцы увидел у Сереги Фрато, что на медузе покупает. И мне плохо стало, когда увидел. А вот я смотрю, ами берет. И все. Голосы пропали. Видимо, талант реально. Выкупил. Как же хорошо, что моя зима не в курсе, что я и башу арканы на медузе как гений. Да. Там еще, я видел там в чате, все про это писали. Но тоже прям, я увидел, мне аж плохо стало. Но все-таки ами. Ами тоже, видимо, видел тут стрим. Ами, видимо, тоже вдохнулся реально. Подсмотрел, убил удачок. Так, ну все, ман тоже имеется. Кстати, без шуток, ведь Радик на эми тоже одно время. На короткое время стал метой. Ну да. Все, сейчас кач пойти как надо, должен. Жаль, профессиональная сцена сироги пираты не светит после песни поддержку китайцев. Кстати, если он каким-то чудом убьет этого Элдера, заплатят за него очень много. У него топ-1 нетворс. Стрик. Но что-то... Меллус. Суэйл, что ли, что он такой не подлайн? Загоним его по словам. Фейзи 2 бруска. Блин, обидно. Элдера очень сильно хотелось убить. Детрыт маны на стандарт... Ой, держит манту на стандарга на это. Ну да, дэмэджи, конечно, не густо. Отлично, вот эта манта. За доджи устан Элдера. Не зря он ее так долго держал. Это было очень круто. И все-таки Элдера осилили. Какой же затишный файт, да? Угу. Раскатили все-таки. Танчелон мое почтение. Ну да, да, вот я тоже про это хотел сказать. Билдок в этом моменте терпели. Он зарешал очень сильно. А, ну слушай, он так и билдился реально. Вот я сейчас вспомнил. Тоже диффуз он покупал. Хотя там был в команде предположенный антимаг. Ну и напрашивался паттерфляй. Однако он вот сначала себе взял дисперсер, потом только... Потом только фляй. Дисперсер вообще имбана, Медуза. Мы диффуза и раньше отмечали. Как предмет, который делает Медузу боевой очень рано. И еще и дает при этом прочность. А дисперсер позволяет еще искать и контрить. Когда ты 550 доешь дёрну, Медуза. Тебе невозможно замедлить. Это очень мощно. Это преследование тоже для сокращения дистанции. Очень круто выглядит. В каких-то ситуациях можно использовать, так как использовали Пику. И для нападения, и для эскейпа. Только ПТПС очевидно выигрывает. Пику. Во много раз. Дисперсер вопрос вообще не вызывает. К 14 уровню не имеет таланта. При этом ультимейт качает в двойку. Раньше вместо ультимейта в 2 качали плюсы. Но там росла только длительность стангейса. Сейчас растет и длительность огаменения. И, что еще более важно, дополнительный физический урон. Какая же шикарная нейтралка. Ну, вовремя. Гроу-бол. Как раз скорость атаки. Посмотри на закупку, скажи мне, что это за герой. Дефусманта Арканом. Пангольер, не знаю, какой-нибудь приходит в голову. В принципе, панга тоже универсал. Да, идеально под пангу. Манту на нем покупают. Ну, редко, конечно. Ситуативно им берут. Универсал все-таки. А мне еще такой авантюрный Зевс в голову пришел. Да, хотя с диффузом. Нет, диффузом. Аптайм, пипец, как не хватает на Зевс. Кретьего скила не хватает общеников. Но бытовой авантюрный. Да, слишком уж авантюрный. Сентиментальный обыскал. Нет, сентиментальный здесь уж точно не подходит. Так, нормально. Натворс уже с отрывом. 2000 от дракона. Пармит довольно-таки быстро. Иллюзия мид заранее отправил. Он верен, что ему таблица хватит. И весь хватает. Здесь какая камера у него заберу. Но там все-таки титан насыпил эти иллюзии. Хотя все подконтроливает. Нет, все-таки не хватило. Надо было чуть позже эту манту нажимать. О, и тут еще микростаки. На топе Жалькача не будет имперспирит с бушу линию. И в мид с этих древних возвращаться очень долго. А ей большой спот тоже за фарнан. Но скорее всего сейчас просто подойдет к миду, оставит там иллюзия. И вернется на древних. Нет. Это можно было бы и подождать на иншентах, мне кажется. Риска, конечно, нет никакого. В этом кача. Значит, не уверен, как было бы эффективнее остаться на древних и после этого выйти. Или подорчать здесь. И уже не приходить на древних на этой минуте. Ну вот и дисперсер, кстати, уже подлетает. На, ну. Диффуз от на медузе всегда вот. Иногда. Было такое желание купить. Когда-то давно, я помню, мы даже записывали медузу с диффузами. Что-то есть в этом артефакте. Вчера с вот очень аптайм приятный. В первую очередь. Ну а сейчас. Понятное дело. Сейчас статы вообще шикарного дисперсера. На мипаре они недаром покупают дисперсер сейчас в каждой игре. Для медузы тоже, по сути. 40 гила, 10 интеллекта. То, что надо. Ну, еще там задиспелить можно приколы всякие. Коих у противника много. На мипаре вообще страшное дело. Это тебе и 100 ловкость, и ускорение в области. Не, не мипаре мига кайф. Тоже аптайм довольно-таки приятная штука для мипаря. Хотя у него и достаточно. . есть но все еще попасть нужно начать не заят просто чтобы бегать очень быстро да ладно горами гадлевая что меня очень этот аганим уделил неужели он офигеть рано гоним будет покупать видимо ами очень много тесил это медуза в паблике агане мяча даже не видел статистику любопытно я прям был уверен что у него будет билд дисперсер butterfly звучит очень логично мне кажется сказать это и голос или скаде silver носили сейчас изуродованный предмет ждем c патча я смотрел какие-то слива там что-то рассказывали про то что балансных патча больше не будет на 35 будет сразу 36 никого что-то особенное нам готовит на веры маловато те сказали вы мне что два месяца после патча ничего не будет происходить мне тоже вряд ли поверил 15000 это ворс уже медуза как будто бы не возьмут из четвертого уровня слайд больше хорошим хороших файт может даже рошана сидят рождаем уже не прям многом есть винга с минус армором асора нет хорошо навряд ли формат на позиция очень крутая стоит просто сзади настреливает просто сказка мало минус два героя еще и фраги достались у меня елд раз закачал и пугну а нет пугу но это курьера он убил чуть не показалось ну а удара за восхитил заплатили за элдера очень прилично все-таки там третий на торс у него нет насколько же неожиданно этот огонь и все-таки граммозавры кстати песнины красота да вот и аганим чик как тяганем в реализации надо смотреть я вообще большой поклонник аганима но как будто бы либо первым слотом чтобы приходить файта либо после дпс слота такого подхода где после манты диффузов я раньше не видел это тогда еще шарт надо будет купить как-то рано напоминаю что шарт на медузе как работает в те таргетный спел нашимаем в ответ на змейку выкидывает это как раз прикольная штука под аганим там может две змейки закинуть файти а тут противников миллион таргетный спалов что он конкретно в этой игре решил аганим купить чтобы взять шарты вот так вот смейками все время откидываться такое тоже не исключено опасная ситуация но по идее должен жить из 20 к фарканы ульта дисперсии нет до 100 противников застрял нормально так шарты бакера запринковал его вообще чуть не смог пошевелиться стоп там тк с ней тралкой на а да против имперс перед ее зал кири дака просто настолько мало демиджи имеет что как будто бы грех не брать нейтралки на урон но во втором тире сейчас очень мало предметов хороших для кири те пока что шар не планируется ну хотя бы баттерфляй баттерфляй прям заждался не зовут как помещу с баттерфляй такая шмотка она намного приоритетнее чем скале тем более на медузе у которой куча агилы бабочка смотрится очень сильно плюс там есть физушники мне кажется бабочка что слушать чем в любой практически игре уж слишком много она дает это что-то кстати ульт немного катят блин не самая удача она видимо придется отойти ресурсов нету маме нету эмбер подставился печально марс тогда машинку подвигалась дизолем но нет даже мы шпира у него нет просто планы бкб ничего больше урона ему не дает кстати кивер выпал там блин тоже вот сейчас китайцы мету задали тоже команда экстрим вот на эту белку которая пикается 4 в 5 ну ладно 4 со мной и атом покупается фастовые молнии там либо берут мишу ир вот конкретно xin киот например он играл через фастовые молнии и и потом я его смысле до всего ну там чё арканы какие-нибудь арканы стеки парочку вартиков тестов расстояние всех своих аккаунтов играл с белками со столами молниями но там он охрана покупал потом в коробке переодевался и дополнительный кор в игре такая противная на достаточно белка очень насобирал тут на игол сонг не 20 уровень тем временем эти ни одного таланта на змейку не взял играя с и ганимом но талант десятого он никак с ганимом не стакается талант 15 выбор без выбора зато там как помни выбор без выбора на разве что там и не учены на 1 о реализация неожиданная реализация там она ровенка успела в составе ну да ладно причем надеть все мои гуржи обсудил он хочет добавить он в этой игре не нужен то есть ему не нужны три трага на этой рингой прессе но когда у него куплено 200 ловкость он добавляет этому бабочку и у него космическая скорость атаки бабочку меня это же напомнит для зрителей которые в дот они играют бабочка теперь дает скорость атаки в процентах 20 процентов от базовой скорости атаки то есть от той сотки которые имеют все герои за редкими исключениями по моему усвен и 90 славу леона при этом по моему 115 небольшие отклонения от базы 100 и от ловкости тоже по своей скорости таки и по столь лишь от столь долгожданным ссором с эйгисом ловится в т2 как себе домой вообще не стесняется вышку при этом танчить за вышка всегда очень больно делает медуза товара такие слабые потому что они бьют в броню медузе броня не помогает совсем если честно очень надеется что ком-нибудь большом патча я это веком сделают что-то не играли не бабочка очень немант бабочка сказать а что-то духе саша кая или я шакая вич плейт сказать тяка шарт по итогу после после бабочки решил принципе как раз вот еще забита выглядит довольно темпово этого раздаваться два куска такой прикольный game play на самом деле я бы поиграл на такой медузе вроде ничего сложного особо то принципе может также забилдится в любой игре вот ну только насчет агонима не уверен и того что без рис бэндов играл тоже мне кажется хотя бы один виду медузе точно нужен рис бэндик самая сложная кабанте объяснить что это мета но даже мы простой на медузе топ-1 кире китая берется сарканчики значит все все так и должно быть ничего так кажется что он даже этот турик выиграет по крайней мере я буду у него болеть команда у них прям крутая играют свои свои мета еще там у них вот эти четверки monkey king и которые ходят чисто курьеров убивают белки тоже коровы эти медузы необычные тема как на амин анти майка сыграла точнее с таким кайфом по не смотрел кстати придется видимо отойти леса закончились плюс вен гугли потеннике настроен серьезно перца из чай из также шар жизни продлевает иди все-таки выбили подраться не будет тяжело нет у марса арена немножко нет и комбинир и кибая сверхглинг полагается на белый дэмэш на белую скорость атаке папа но кирс монтастейлом станции дочу слушались неплохо огоним сработал там дважды или трижды заморозил горячего получилось враги пооформлять катеризация аганима но в этот раз шарда так как аниме их насколько же гадости соперников моих мара кончилась опасненько уход от стрелы увернулся сейчас будет арканы благодаря арканам смог нажать дисперсер и выйти нормально чем убили сторону парочку героев убили сейчас в принципе вообще замечательно 9 мин региона даже не обязательно на базу бежать с этими арканцами если вдруг повезет на на крипов первую очередь на сатиров несколько хочет домой и все-таки хочет носить блинка доедалось жаль и уже настроился все смотреть на медузу через тысячу ловкости с арканцами три точки ну да мне мне дэмэдж на рапа побольше симпатизирует нежели чем вот и так нахваливал бабочку при том что доедалось даже новую бабочку в дпс выиграет ну блин все-таки бабочка очень темповый предмет и скорость атаки не хватит мне кажется с голом дайдаусом вот так просто вот сперсерах фарма инструмент кстати на региона опять же очень много медуза же еще как раз такой герой не самый быстрый саркан ай в конце многому спида не дают что действительно можно вот так убегать все доедалось имеется теперь и дэмэдж есть и контроль и оттайм не в таком бюде сказать как будто вообще не нужно нужно и без него поиграться хотя вообще непривычный медузу ну с кодекой вытащил такой предмет который был создан для медузы во все времена лучше всего с коде именно этом герой сидит селева тут вот до чего дошел прогресс хорошая позиция можно змейку закинуть и только вижу на бы сюда не жена не оказалось теория можно было бы оформить белку или кто-то должен был сколько великолепные вещи сделал марс а вот и урончик чувствуется он дайдаусом еще 25 это антикриз блин жестко он улетел но кстати смотри по итогу из то что играет без коде для все правый талант но на левый доедала сработает честно первый талант пей впервые вижу правый талант я посмотрим как работает вообще я опять любая удивляет я думал сейчас то уж точно скользить свои блин со свет блинком очень легко и ботинка отказываться кстати камушек сейчас будет и спокойно до еле пугну эти нить конвейером пошли за 8 20 дождать драгонайк за тот желаем пашку мне не показалось и будет умирать на титане даже было спросим без пока вы против бокера редко играют но здесь хорошо пошел с определенного момента у них в плане командные игры кстати сейчас я шансы умереть манок закончилась хотя момент из-за диспайли ультим эти можешь спокойно выйти в основе интересы и потом уже пойти игру закончить надо это делает тайминг рошана еще кстати да как раз можно съездников подождать забрать рошана не прям идеально по таймингом пойти игру закончить облактор на чтобы что раз потому что батарин ба просто будто в слот догоним искать и очень легко оправдать бесконечно легко а слоттер концов свет линк либо акционально если дпс хочется то мандшарт очень дешевый дает очень много сейчас скорости таки они все порядки мандшарт отлетает ну вот собственно и те самые смыки в рошана противники вряд ли смогут отбиться я хоть здесь бы блинк а так подловили быстро развалился удар смоки не столько в рошана сколько в пиков потому что рошан таки так и рать будет причем очень рано кстати орчит сейчас можно будет раз в рошана собрать и вечная история никто не хочет забирать баннер никому это ответственность не нужно снова еще пройти противникам столько платят кого ты вот торн что-то надо вместо арканцев перекладывать на перевожу конечно сейчас вообще герои не шевелится 300 моспида очень грустно выглядит могут раскатить легко все-таки там на лакрите о кема картии м пышки всякие вот эти противные но пути без мана оставить да он почти вырезанный дпс что это реально три смотри вы взлетелой счет все ночью ему фраг на волокере достался смею как это летела до 6d match раньше медузы с таким закон дома жила гораздо меньше опять же силы новой бабочки такая вот к . комета буду ждать когда ами зовут а это за турик всем огромное спасибо за просмотр напоминаю что лайки комментарии это огромная поддержка для канала всем заранее спасибо ну и разумеется миром